по поводу чертежей если они есть это хорошо что можно сделать с этим с этим контентом можно его сохранить давайте я просто print screen сделаю сохраню куда-нибудь давайте открою проект там наш лилой можно просто поставить сюда эту картинку я ничего не вижу но или написал там размеры что здесь 12 до 11 на 30 какой-то размер мы правильно попали к вам в 30 вот давайте я сделаю получает новый файл что я сейчас буду рискейлить и у меня вся сцена будет масштабироваться а мне надо чтобы только присутствующий объект но не все то есть объект вот я могу перенести сюда я там не знаю какой размер это 30 по внешним стенам по внутренним давайте пусть будет по внешним стенам обычно по внутренним как бы измеряют вот я построил отрезок внутренний меня произвольно вот здесь написано девятьсот двенадцать миллиметров потому что я картинку поставил они в масштабе здесь я могу выбрать инструмент рулетка кликнуть в оба конца картинки после этого ничего нажимать не надо я вот здесь от вижу девятьсот двенадцать миллиметров после этого я могу нажать вернее набрать с нампада кифровой клавиатуры 11000 нажать enter он спросит рискейлить модель так я вот и теперь у меня этот отрезок если я его снова выделю я стал одиннадцать метров то что нам надо мы можем проверить вот теперь второй размер у нас вот как раз если смотреть на длину 30 метров давайте его прям сделаю вот 30 метров и вот он не закончился примерно вот здесь вот у нас получилось теперь 11 на 30 и у нас есть еще дополнительные параметры то есть чертежи вот здесь вот вот чертеж с фасада и чертеж с обратной стороны я его давайте тоже сохраню не можем запустить еще один новый скетчап потому что тоже будет рискейл да и желательно что по остальные объекты у нас масштабировались вот мне в итоге 3 скетчапа запущена вот этот размер я знаю что он у меня 11 метров сейчас я произвольно отрезок сделал да здесь число какое-то 27 то же самое делаю кликаю в оба конца отрезка рулеткой потом пишу 30000 до риски вот и таким образом я теперь могу понять что у нас габаритная высота вот 38 мы сделали четыре помада четыре с половиной или три с половиной в общем вот у нас от верхней точки до нижней ровно 38 здесь же можно понять что у нас высота гаража то есть вот эта проезжая часть что здесь какой-то низковатый немножко размер я телефон выключу два метра получается маловат конечно смысле если будет высокий автомобиль там что он не проедет может быть это просто ландшафт может быть там дорога на самом деле пониже вот кстати есть ракурс эти посмотрим что он более информативный будет вот размер 3 3 8 можно зафиксировать давайте я это удалю и здесь в первом проекте в основном просто сделаю какой-нибудь текстовую выноску напишу вот так вот на углу что аж у меня равняется большую аж равняется 3 800 окей у меня вот такая выноска есть я по ней могу давайте проверим что у нас здесь было а у нас 4500 было до многовато но у нас в целом по моему этот размер был а нет 24 24 то есть ну окей давайте я покажу как отправить в целом это на данном этапе это не такая уж и серьезная операция давайте закинем сюда вот этот ракурс чтобы понять сколько у нас здесь высота то же самое здесь строю какой-то отрезок произвольный вот он он ведь почти в размере получился сделаю 38 3 scale и теперь посмотрим нас да вот нижнем уровне 2 и 2 и 6 получился более похож на правду я как понял на нижнем уровне у нас там идет на нижнем уровне там идет гараж потом какая-то кладовка видимо для инструментов или чего-то еще и и лестница наверх я подумал что он весь тяжелой оказалось нет вот нижний уровень 2 и 6 я могу точно также здесь просто выноску сделать а все равно 2 и 6 но в целом если вдруг там есть возможность потерять эти данные просто можете тоже заскринить сохранить они у вас там будут в базе если что понадобится так вот эти размеры теперь не актуальны получается 8 на 4 500 на 2400 нам здесь надо просто поставить построить вернее прямоугольник 30 метров на 11 давайте его поставим куда-нибудь под наши здания теперь какой-то угол просто выровняем по размер тут стало понятно что мы можем вот эту часть целиком все подвинуть у нас на внутри с вами есть какие-то элементы то у нас модель пола нам нужна то же самое здесь мебель пока пусть где-нибудь подождет здесь что-то есть а это кухня все остальное у нас просто кубики целом они нет смысла их там сохранять ну и кстати можно посмотреть тогда вот эту тончину она у нас переходит из до на 400 она не меняется значит вот таким вот образом можно теперь давайте на виде сверху вот у меня прямоугольник то есть реальные размеры здания можем подвинуть давайте пока внешне в тену подвинем посмотрим так у меня здесь привязка неправильно сработала я выделяю помните да слева направо чтобы выделить только те объекты которые целиком попадут в регион выделения не справа налево потому что справа налево выделите все включая то что мне нужно я вот выделяю только перегородки вот эти двигаю их да и теперь можем проверить все остальные размеры у нас тут есть 4 метра на 22 и 7 здесь можно просто сделать тоже такую размер на линию я уголок только поставлю и теперь также слева направо выделяю только нужные полигоны я просто сажав shift подгоню к 4 метрам вот этот размер теперь у меня здесь а где-то отдельной геометрии так давайте я ее поставлю нужную позицию и вот так подровняю зажимая shift чтобы она с оси Y никуда не сдвинулась в зеленый вот теперь у нас здесь 4 метра ровно получилось размерная линия нам не нужна и 22,7 да по-моему я говорю 22,7 у нас длина вот этого не только вот этой зоны отдыха но еще и получается вот этой части он на плане сверху да все правильно здесь две спальни и два санузла здесь один санузел и маленькие маленькие спальни что ли в общем три какие-то комнаты если перепроверить длину вот этой части то получается 7,5 граммов так давайте тоже здесь размерную линию поставлю вот здесь вот немножко иную размеру тоже можно кстати проверить через 22,5 так ну окей ладно 22,7-25 большая разница вот этот нижний размер тоже можно перепроверить я не буду его трогать сейчас на него время не расходовать давайте лишние размерные линии удалю и теперь у нас давайте перепроверим ширину бассейна 2,8 на 7,3 можно в целом просто вернуть эту плоскость обратно в уровень давайте я ее удалю вот у меня теперь один полигон и 2,8 на 7,3 да и и снова можно сделать поглубже там сколько обычно бассейн полтора метра 1,7 можно применить те же самые материалы которые мы использовали вот здесь вот вверху во вкладке in model ok и теперь у нас вот это вот стеклянные вот эти стеклянные перегородки надо перенастроить а я еще забыл про высоту 3,8 ok так стоп 3,8 отсюда а ну здесь если вот такая небольшая разница я не буду трогать тогда не придется много чего менять здесь я лучше оставлю как есть здесь надо бы добавить какие-то перегородки они у меня да они у меня компоненты это хорошо сейчас покажу почему у меня здесь есть какой-то отступ уже окей ладно я сделаю таким же способом 5 джет то что они компоненты я могу зайти внутрь компоненты я сейчас здесь исходный объект да я могу его выделить целиком правильным кликом сгруппировать и в целом теперь у меня есть возможность сюда вот добавлять какие-то в эту компоненту какие-то элементы так я это у меня не компоненты получается а я вот этот витраж я его редактировал с помощью скейла поэтому он у меня выпал из компоненты ну вот этот точно да вот этот компонент зайду внутрь сгруппирую то что там есть внутри и здесь если я буду теперь в эту компоненту добавлять какие-то элементы вот они будут появляться у меня везде да повсеместно в том числе с заданным цветом и так далее теперь у меня внутри компоненты есть вот этот элемент новый вот эта группа стекло давайте я здесь удалю я хотел тут добавить какие-то детали вот у меня там есть какая-то струна сейчас я перекрашиваю я в металл здесь можно отмасштабировать здесь струна чуть потоньше по-моему идет поднять наверх таким образом у нас с вами в каждой компоненте появится вот этот элемент новый нарисованный велик вечер добрый Екатерина так Екатерина здесь да ок все вот вот ну можно чтобы сверху тоже было такое крепление можно отзеркалить его сделать flip along по синей оси или оси давайте я его спущу вниз до вот теперь у нас есть и сверху и снизу одинаковый элемент только я давайте удалю у него здесь будет просто шляпка а здесь будет шляпка и струна модерда записывается урок я потом выложу его эти мелочи они на самом деле на визуализации очень большую роль играют то есть для придания косить какого-то объема это очень важный элемент поэтому не забывайте про них старайтесь их добавлять по возможности понятно что здесь минимализм старается избавиться от деталей лишних линий но все равно они должны присутствовать на визуализации Здравствуйте это Гульмира а вы меня отметили а то что-то у меня тут дим записал я не могла подключить Здравствуйте да отметил вас всех отметил теперь мне сказали отмечать опоздавших я опоздавших отмечаю ничего подобного я не опоздала я смотрю просто на вот этот список если не нахожу человека то айтистники мне написали почему у вас никто никогда не опаздывает ну вот а мы про качинги окей хорошо у нас стопроцентная статистика по себе не опоздание это у нас вызывает подозрения ну в общем в целом чтобы подогнать проект существующий мы в нем недалеко ушли поэтому здесь много времени не отняло задать эти размеры реальные так 11 да метров на 30 11 на 30 и давайте я здесь тоже проставлю размеры вам на стреле наверно будет видно да их так так я по-моему вот эту высоту а все все нормально 2.6 ну если там какие-то размеры будут не совпадать это ничего страшного имею ввиду какие-то дополнительные там мне вот сейчас надо окна еще подвинуть там и так далее в целом не обязательно прям вдаваться один в один в подробности окей давайте я отцентрую вот эти оконные проемы у каждого отрезка есть всегда central point да вы знаете что вот вернее midpoint можно за него ухватить и здесь у этого ребра тоже есть midpoint я зажав клавишу shift чтобы у меня не сместился никуда сметаясь и объект в данном случае окна я его тащу и вот здесь вот на этот midpoint просто сам когда у меня здесь получается цитровка больше у нас здесь окон нету я здесь если мы дойдем как-то до самого зла я здесь доделаю международный проем хотя можно в принципе его заранее поставить здесь какой-то есть потолочный фонарь давайте я сразу поставлю чтобы потом геометрию если что потом может быть просто подвинуть его куда-то на планировке ну давайте тогда отсюда возьмем размеры вот эти комнат 7 и 6 и а ну я этот размер уже простроил только у меня здесь 7 и 1 получилось вот так будет правильно здесь и ну 7 и 6 все равно не исполнил получится сделать как есть сейчас вот такие вот крупные объекты повторяющиеся можете сразу либо сгруппировать вместе как группа витражей да можете создать новый слой назовите его windows можете переместить его в этот слой эти объекты вернее и убрать галочки по нему на этапе моделирования не мешались здесь теперь мы можем сделать зонирование посмотреть как это выглядит на плане здесь какая-то лестница то ли из гаража так это крыша по-моему да это крыша это вот расположение как раз таки вот этих вот оконных проемов на крыше на крыше ну и кстати в такой же конфигурации можно там же расположить сейчас сохраним вот эта вот лестница и а ну да это вот это есть лестница которая выходит вверх ну ладно я пока вот эту перегородку поставлю просто как межкомнатную даже можно 10 см ее сделать вот по внешним размерам здесь все нормально теперь нам надо снова зонирование подправить я вот здесь зонирование подправил ну вернее как подправил я просто поставил здесь перегородку и у нас есть обратная сторона вот это так здесь здесь встроенные шкафы с двух сторон да 135 см не за что 7400 окей значит давайте вот здесь вот просто скопирую этот отрезок на 7400 вот теперь у нас получилось так что диван у нас есть вот вот здесь кухню надо будет подкорректировать точно так же эта перегородка у нас да неправильно стоит ну должна быть вот здесь и тут у нас по обеим сторонам есть проходы можем тоже замерить их я думаю что по метру да 900 с чем то ну сделать лучше по метру можно просто продлить до конца а потом на метр сделать по лыжи так маловато да а ну у нас еще здесь перегородка будет стеклянная сколько она у нас занимает вот давайте 400 процентов отступлю вернее к этому размеру я прибавлю еще 400 и здесь сделаем то же самое просто метр 400 отступим в эту сторону вот и последнее это вот у нас вот эта вот часть кухонная надо посмотреть сколько у нас занимает сама кухня здесь оказывается есть еще обеденный стол большой вот он давайте знаете как сделаем давайте просто вот это скопируем сюда перенесем сюда перенесем она у нас все равно в размерах здесь картинка вообще скетч она идет у нас как бы скрупированная но это не группа это такая какой то вид группы можно правой кнопкой нажать на картинку сделать explode взорвать теперь у нас объект картинка стал как полигон только с текстурой я в целом могу этот полигон изменять в данном случае мне это надо было чтобы вот взять скажем здесь нарисовать прямоугольник 30 на 11000 давайте пока вот вот у меня получилось получились два полигона я все лишнее могу отсюда убрать не интересует я оставил вот такой вот объект я его сгруппирую он у меня сейчас ровно по размеру дома начали смотреть вот здесь у нас размеры практически все сходятся я имею ввиду что если например я не знаю скажем какой то какая конфигурация у меня делала здесь использована они практически то же самое сделали что и я вот 800 здесь эти части длинные мне интересует вот эта часть есть что вот это я не знаю это наверное какой то шкаф большой мне сейчас интересует вот этот стол я хотел бы забрать его в размерах да отсюда вот этот стол остров и вот эта кухня давайте вот это все берем отсюда здесь у нас здесь у нас лаунч зона какая-то два кресла по-моему но на фотографиях там немножко по-другому вот это непонятно наверное шкаф какой-то книжный будем считать что у нас здесь гарнитур у него стандартная глубина обычно 600 да у нас здесь какие то есть дополнительные стенки но я их не буду здесь показывать вот я в целом теперь давайте это скрою у меня остались интересующие мне детали на крыше их можно сгруппировать и переместить вниз на этот пол вот теперь мы как бы сняли мерки да с объектов вот теперь я знаю точное расположение ну более-менее точное расположение вот этих элементов то есть здесь я могу сделать стол то есть остров вот здесь какая-то морка кажется есть я скопировал только отрезки поэтому у меня здесь нет полигонов но в целом вот эту комнату мы трогать все равно не будем визуализировать поэтому я просто как короб я подниму а здесь у нас будет кухня раз уж я буду кухню поднимать здесь как геометрию то я отсюда вывожу ее и ctrl shift v ставлю сгруппирую и подниму как отдельную как отдельную коробку вот получились просто боксы и мне как раз для плана нужны из этой группы я теперь могу тоже забрать вот этот остров ctrl x ctrl shift v поставлю сюда сразу можно но здесь этот прямоугольник нужен просто чтобы понимать размеры для стола сгруппирую и вот эти три объекта перемещу в группу мебели то есть в слой мебели здесь тоже есть какой-то стол оказывается и целом эти элементы не особо интересуют нам для визуализации понадобится тоже смоделировать все вещи здесь нужно будет потренироваться в создании полупрозрачных материалов сетчатые там ну те которые пропускают свет но не полностью например как стекло да вот вот эти вот они вот здесь пропускают солнечный свет так и надо вернуть диван ну или можно проверить его кстати по конфигурации да вот на фотках здесь немножко иначе все выглядит shift f да вы помните что можно скрыть или показать неиспользуемые в данный момент элементы и вот и вот и и и ну и давайте раз уж я переношу сверху эти объекты давайте здесь такая стенка тоже покажу новой конфигурации а с этой стороны у нас 2.9 с той стороны у нас 2.2 утренние перегородки у нас могут быть тонкие в целом они у нас и в нашем климате тонкие вот у нас здесь есть два санузла дополнительно мы будем наверно какой-то один из них визуализировать возможно тот который большой поэтому я здесь просто поставлю перегородки может какие-то двери потом последующем внутри ничего не буду прорисовать так ну и в целом вроде окей здесь вот у нас перегородки должны быть здесь нужно понять да вот это вот разделительная давайте я тоже сюда поставлю это у нас уже лишнее вот эта вот часть разделяет у нас перегородки здесь двери нету дверь у нас вот здесь нам нужно будет сделать такую же серию перегородок стеклянных только здесь они у них другая конфигурации показалось что на картинке здесь вернее на фотографии здесь какая-то система ставней которая закрывается я не знаю можете нет похоже что здесь какая-то электрическая система вот тут я могу в целом готовилась копировать на ту сторону перегородку существующую только с тем условием что здесь конфигурация немножко иная я сразу сделаю майку ник и у нас здесь есть вернее тоже должен быть пас хотя нет по-моему на фасадной части этого база нету куда они там вставляются здесь просто идет такая рельса допустим не просто идет рельса такая специальная да они сделали здесь рельс немножко иначе на другой подход но чтобы не видеть эту рельсу находясь в помещении они здесь спустили потолок на уровень сантиметров 30-25 сантиметров таким образом чтобы показалось что стекло уходит куда-то мы можем просто повторить очертания этой рельсы давайте прямо ее сквозь эту стенку и проведем тогда здесь довольно большой отступ вот фронтальной части ну пусть будет 40 эта линия у нас идет до вот этого элемента потом давайте его в центр сюда вот заведу и продолжим ее до вот этой стенки вот у нас получилась вот такая вот линия вот лишний элемент отсюда удалю вот этот а здесь мы можем нарисовать форму самой рельсы там сантиметров 5 например этот профиль не очень высокий давайте сантиметра 4 и вот у нас получилась форма ну и здесь мы должны нарисовать то куда вставляется это стекло где-то здесь выделяю там путь shift D делаю реверс вот у меня это рельса я специально нарисовал форму на внутренней части пути чтобы она вот здесь вот аккуратно по внутренней части прошлась и вот сюда завернула если бы я нарисовал форму где-нибудь вот здесь вот тут то тогда у меня она вот в этот элемент в эту стенку зашла бы где-то вот тут но в целом как бы то не запрещает эту стенку тоже чуть поделать прокректировать просто и то понимали как это организуется здесь и теперь нам нужны сюда витражи я этот витраж сделал уникальным то есть если я его изменю все на той стороне не поменяются могу его поставить в эту рельсу да и давайте эту рельсу сразу покрасим как-нибудь пусть будет color какой-нибудь там темно-коричневый и отзеркалим flip along по z по синей оси и через shift я его подниму вот до этой точки вот теперь у нас эта рельса одинаковая сверху и снизу только здесь витраж у нас чуть-чуть ушел но в целом он как бы все равно внутри потолка находится так а куда делась фельса а я ее сдвинул теперь вообще удалю сейчас еще раз можно через фельд скейл просто подравнять витраж здесь у нас никаких особенностей у этого витража нету ну и это технически поэтому можно в целом просто его раскопировать под линии скажем 8 умножить умножить да вот здесь вот ситуация когда один витраж получился ни туда ни сюда либо его увеличивать либо уменьшать но в целом я в такой ситуации советую вот эту группу витражей например наоборот подвинуть к углу потому что ракурс у нас скорее всего будет где-то здесь нежели где-то здесь либо сделать ну вот сдвинуть их сюда да на угол то есть все вместе это первый вариант а какой-то вот который здесь остался его просто удлинить в итоге туда будет не очень заметно что они разные по длине или если нужно идеально тогда нужно ну как бы если время распала позволяет возиться с этими деталями то можно просто сделать отрезок мерный какой-то я его скопирую вот сюда поставлю на скажем вот эту точку и напишу здесь у нас было 11 копий пусть будет 11 делить но если хотите чтобы витражи были больше давайте 9 делить да на лифинге они довольно широкие может быть тогда надо 7 делить вот у нас получишь широкие стекла я теперь знаю что у меня вот примерно вот такая ширина одного стекла должна быть чтобы они все вместе ровно по длине скопировались теперь я могу этот витраж подравнять под отрезок он у меня компонента и могу теперь основой на этих же отрезках через контроль просто скопировать энное количество раз здесь надо проверить есть ли между ними зазор зазора здесь нету окей я сейчас вручную его добавлю и скопируем его 6 умножить 6 раз отрезки нам теперь не нужны их можно удалить теперь у нас вот такая ровная витражная стена идеальная у нас между витражами совершенно нет никакого зазора а он нам нужен да создать какие-то эффекты дополнительные при преломлении там и так далее там я могу зайти внутрь этого компонента и буквально вот выделив эти полигоны слева направо буквально на 3 миллиметра сдвинуть просто так как у меня это компоненты здесь они везде подвинутся на это же самое расстояние вот здесь просто можно продолжить тут у нас он довольно долина прям идеально подошла можете лишние пока скрыть если вам что-то мешает ну или можно подправить в целом если вот этим фреда скейла менять здесь ширину перегородки то это на компоненты не влияет да можно так немножко подвинуть а ну здесь немножко не получится дать сюда я просто сделаю макуник и вот эту компоненту до угла подвину приберем отсюда компоненту еще одну и поставим ее вот сюда здесь у нас кстати с вами дверь давайте я сделаю ее макуник компоненту и давайте вот эту нижнюю рельсу я тоже сделаю покороче здесь мы нарисуем с вами дверь какого-то наверно на двойная нет она одинарная да и вот открывание для правой руки получается прямо здесь тогда я вот эту рельсу уберу пусть она будет там где-то в стенке утоплено но эту форму все-таки скопируем потому что здесь есть сплошная часть вот эта перегородка у нас получается дверь надо поднять какого она размера ну давайте стандартно сделаем метр окей и у нас здесь да здесь ну ладно окей это произвольный проект давайте сделаем дверь пошире пусть будет полтора метра дверь все-таки здесь гигантские размеры пусть будет дверь тоже гигантская окей здесь нет ничего не надо здесь можно просто нарисовать ручку дверь и не забывайте элементы тоже сразу обратить чтобы потом не пришлось искать их по сцене то что у вас близко то есть будет смотреть лицом на камеру можете сразу добавить здесь какую-то фаску лишним не будет у нас теперь эти объекты сразу оказались в нужном слое да давайте вот эти элементы тоже перенесем в тот слой можно создать отдельный слой например джо да как чертеж или джоуинг и вот такие вот вспомогательные элементы можно переносить слой и нам их не надо переносить в макс можно собирать их где-нибудь в отдельном слое который нам потом не понадобится но с перегородками более-менее все руки здесь не хватает пару дверей я их не буду как-то выделять просто ручку тоже самую скопирую оттуда готовы и у нас здесь есть с вами еще вот тут пару дверей здесь и где-то здесь должна быть дверь отдельно стоящая вот это все но в целом вот по конфигурации примерно то что нужно вот и получилось а ну еще есть вот этот элемент что у нас тут потолок немножко спущен с этой стороны хорошо видно что он ниже уровня так вот только как он а ну вот здесь да здесь какие-то видимо ролл став я не знаю как раз это вот высота потолка и есть пониже прошла мы можем целым просто взять давайте я скрою полигон сверху у нас есть вот этот полигон который является потолком с той стороны мы на обратной его стороне я нарисую эту часть потолка просто какой-то угольник я на обратной стороне полигона нарисую эту форму для потолка который у нас спущен ниже здесь она пусть упирается в перегородки здесь можно довести до угла здесь тоже самое довести до угла вот таким образом у меня внутри вот получился такой обособленный полигон я могу спустить пониже на те же самые 400 вот таким образом у меня внутри получился дополнительный потолок то что я здесь скрыл обязательно зайти в эту группу shift h чтобы показать скрытый полигон окей ну вот еще здесь где-то полчаса повозиться и в целом будет нормально вот такой 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 вот Продолжение следует...